Ну а сейчас возвращаемся к изменению климата. Мне кажется, вот вторая после транспорта по любви наших зрителей тема. Все уверены, что климат стремительно меняется, идет глобальное потепление, если говорят, вот сейчас вот просто на глазах меняется климат. Но это все оценочные суждения. Но что я могу констатировать, что вот недавно я смотрел в архиве, первое упоминание смерча или торнадо было в наших новостях в 2008 году. Это было в Полина Осипенко, причем тогда синоптики говорили, это ошибка, у нас этого быть не может. Ну бывает всякое, ну как не может, если оно все-таки есть, и есть видеокадры, в социальных сетях они появляются постоянно. Ну давайте вот самое последнее из группы ДТП КХВ-27, давайте посмотрим. Это на трассе Хабаровска-Бербежан снято, где самый настоящий вот торнадо. Без дураков, не подделаешь. Да уж, действительно. Но выглядит это устрашающе, хотя я понимаю, что этот торнадо, наверное, небольшой. Но я думаю, что лучше у специалистов все выяснить, потому что мы-то дилетанты. Алексей Махинов, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем, ДВО РАН, доктор географических наук. Вот с точки зрения ученого, действительно что-то у нас в дальневосточной природе случилось? Вот не было-не было торнадо, смерчи официально называется, и вдруг появились. Ну да, действительно, природа интенсивно меняется, и не только у нас на Дальнем Востоке, и во всем мире. И поэтому изменения, которые происходят прежде всего в самых подвижных оболочках географической среды, это атмосфера. И поэтому здесь изменения особенно наглядные, видны, и даже небольшие какие-то изменения, они всегда вызывают пристальный интерес у жителей. И они этим интересуются, и я думаю, что это закономерно. Алексей Николаевич, а вот то, что мы сейчас показали, это и есть смерч, да? Да. То есть без сомнений. Это самый настоящий смерч, правда, небольших размеров. Они бывают разные. Бывают буквально несколько десятков метров в диаметре, а бывают и до километра. Ну, слава богу, у нас еще на Дальнем Востоке таких мощных, серьезных, таких как в Северной Америке или там в европейской части России нет. Ну, в Северной Америке это было всегда, ну, по крайней мере, с тех пор, как там появились европейцы. А у нас вот вообще до 2000-х годов были какие-нибудь сведения о торнадо на Амуре? Были, конечно, потому что эти явления все равно случаются. Вот исходя из того, что они такие маленькие размеры имеют, а сеть метеостанций у нас не очень густая, поэтому они наверняка проходили в таких местах, что их просто не видели. А одни из самых таких ранних, о которых говорит, это в конце прошлого века отмечались несколько смерчей небольших относительно, конечно, в районе Владивостока. А потом, вот, когда это случилось в Благовещенске с человеческими жертвами, то тогда уже серьезно заговорили о той опасности, которой они представляют. То есть даже вот такой небольшой, он опасен для человека потенциально? Ну, конечно, он достигает скорости очень больших, до 60 километров в час само движение. Они тоже ведь разные бывают, и больше скорости, и меньше. Они разрушают постройки, они переворачивают автомобили, они могут покалечить людей, привести даже к смертельным случаям. А вот есть разница между смерчем и торнадо? Фактически это одно и то же, потому что все эти вихревые движения, которые происходят в атмосфере, они в разных странах просто называются по-разному. А суть у них одна. Это вихреобразные движения атмосферы воздушной среды, которые возникают на границе очень сильной такой связи, где между теплыми и очень холодными воздушными массами, разной степени увлажненности, влажности этих воздушных масс. Вот на таких вот границах раздела возникают вот такие вот движения. А можно вернуться к причинам? Когда обсуждали эту тему в социальных сетях, была такая версия, что во всем виноват Китай, как всегда. Из-за того, что там вот вырубка леса, опустынивание земель, якобы они возникают там, потом попадают к нам. Несомненно, вот антропогенная деятельность человека, и, конечно, влияет на возникновение, на усиление вот этих вот процессов. Но, скорее всего, это, наверное, даже не из Китая, а можно и связать в России с такими изменениями. У нас происходят вырубки лесов, у нас возникают пожары на обширных площадях. Это тоже каким-то образом влияет на усиление этих процессов. То есть это не чистые природные причины? Человек к этому приложил руку, да? Основная причина все-таки это природная, потому что климат на Земле постоянно меняется. Это одно из важнейших свойств нашей планеты заключается в том, что на ней происходят изменения климата. Они всегда происходили. И они происходили то в сторону потепления, то в сторону охлаждения. И ничего с этим сделать нельзя. А в это время происходят перестройки в атмосфере, усиливаются одни процессы, ослабевают другие. Поэтому мы видим в последние десятилетия у нас то мощнейшее наводнение, которое никогда не наблюдали за весь период наблюдения. То низкие уровни воды, которых тоже никогда не было. Ну вот такие смерчи мощные, которые тоже метеослужбы раньше не фиксировали. Я вот тоже хотел сказать по этому поводу, что у нас ведь на Земле фиксируются ледниковые периоды, потепление. И человек тут не принимал вообще никакого участия в принципе. Поэтому человек, наверное, вот эти антропогенные факторы, которые здесь, в связи с возникновением торнадо, наводнениями, может быть, это капля в море наше влияние по сравнению с глобальными процессами, которые происходят? Может быть, человек не настолько многое вреда наносит? Ну, наносит. И с каждым, наверное, десятилетием усиление этого вреда ощущается. Но в основном, конечно, все эти процессы, которые мы говорим, негативные природные процессы для человеческой деятельности, они в основном связаны с природными процессами, а человек только их усиливает или ослабляет. Вы знаете, я просто вспоминаю покойного академика Капицу и его брата. Они оба были сторонниками той теории, что на самом деле глобального потепления, вызванного человеческим фактором, не происходит. В природе климат меняется по совершенно естественным причинам. И просто определенные люди, которым это выгодно, продвигают идею, что человек на это влияет. Ну, наверное, эти изменения человеческого фактора, они не столь значительны. И, наверное, правильно думают о том, что в будущем может это усиливать. Поэтому лучше сейчас ограничить какое-то негативное воздействие на атмосферу человека, чем потом встретиться с этим лицом к лицу, когда уже будет поздно. Поэтому, конечно, все происходит в природе по своим естественным законам, но человеческий фактор становится все-таки с каждым десятилетием сильнее. Насколько я понимаю, возникновение вот этих смерчей – это уже такие сопутствующие факторы изменения климата, да? Наверное, одни из признаков. Какие еще признаки вот здесь, на Дальнем Востоке, говорят о том, что климат меняется? И меняется в какую сторону? Становится теплее или, наоборот, холоднее? Таких признаков очень-очень много. Особенно они хорошо видны в морях. Мы постоянно слышим, что проникают южные виды рыб дальше к северу, птицы более южные дальше залетают. Мы видим таяние ледников. У нас в Хабаровском крае есть ледники на хребте Сунтархаэта, так они тают, и их размеры сокращаются. Мы видим отступание многолетней мерзлоты. Ведь значительная часть Хабаровского края находится в зоне многолетней мерзлоты, и площадь ее сокращается. Толщина мерзлого слоя уменьшается, и температура этой мерзлой толщины тоже повышается. То есть это непровержимые факты, которые говорят о том, что происходит изменение в сторону потепления. Так может быть и хорошо, не будет зоны рискованного земледелия здесь наконец-то. Эти изменения невелики, но они заметны в природе. Ну вот смотрите, в этом году вроде экстремальная погода, а вот у нас были работники сельского хозяйства, говорят, а для сельского хозяйства это хорошо. И в принципе для нас потепление, возможно, это хорошо. По одной из версий у нас лесных пожаров будет меньше, потому что... Потому что лесов не будет, не останется. Нет, потому что леса будут более влажными и не будут загораться. Как вы считаете? Ну тут разные могут быть суждения. Наоборот, повышение температуры в одной части бассейна Амуры будет приводить к иссушению поверхности, и частота пожаров будет увеличиваться. Поэтому вот эти вот изменения, они пока еще трудно определимы, насколько они приведут к пользе или к вреду для людей. В общем, климат меняется. А вот плохо это или хорошо, вот вы не торопитесь ругаться. Возможно, потом наоборот будете благодарить судьбу. Да, но главное все-таки не засорять планеты. Спасибо, у нас в гостях был Алексей Махинов, доктор географических наук.